В осыщенный сегодняшний день тема медицинского туризма собрала очень много участников. Это вдвое неприятно, когда впервые в 2012 году, теперь уже достаточно далеко, я работая в мэрии, предлагала изучать развитие медицины в городе Новосибирске, в том числе развитие медицинского туризма, это казалось страшной экзотикой. Вот сегодня у нас шесть выступающих, в том числе это представители и государственных, и частных клиник, и самое главное, специально созданных организаций, которые содействуют развитию медицинского туризма, это говорит о том, что сфера развивается. Поэтому я думаю, что сегодняшние наши выступления будут полезны всем, и участникам, которые занимаются традиционной туристической деятельностью, и я надеюсь, что они увидят свою роль в развитии медицинского туризма, и клиникам, потому что только под взаимодействие, как минимум, этих двух партнеров, а я считаю, что здесь должны быть еще и транспортники, и страховщики, эта сфера будет максимально привлекательной в Новосибирске. Почему мы считаем, что это принципиально важно для Новосибирска, какая материальная база у нас для этого есть? Пожалуйста, не знаю, почему кликер не работает, включите мне первый слайд. Так, следующий. Вот посмотрите, на этом слайде наши ведущие федеральные клиники. То есть город Новосибирск обладает таким колоссальным богатством, как четыре специализированные клиники, которые мы все хорошо знаем, но знают точно так же не только в городе Новосибирске и Новосибирской области, но и во всем пространстве Российской Федерации и уже знают за рубежом. Причем как в странах СНГ, так и в странах дальнего зарубежья, как мы обычно говорим. Но помимо этих отличных клиник, да, тем более, что все-таки меры клинику построили не так давно, но она действительно уже хорошо известна, у нас есть и наши областные учреждения, многопрофильные клиники, в которых точно так же оказывается и высокотехнологичная медицинская помощь, и лечение по другим важным, актуальным для населения вида соматических заболеваний. И вот сегодня у нас присутствует много представителей как раз этих клиник, и они расскажут о том, что они умеют делать. Но помимо этого, и мы в нашем буклете здоровья об этом рассказываем, у нас есть с вами еще и частные клиники, которых тоже достаточно много, вот они здесь показаны, я показала только крупнейшие, Авиценна, клиника Пасма и стоматологическую клинику, есть еще дорожная клиническая больница, есть бассейновая больница, то есть те учреждения, которые когда-то были ведомственными, они тоже стали активно работать на этом поле. И представители от этих клиник у нас тоже сегодня будут. Почему мы говорим о туризме все больше? Потому что он развивается во всем мире. И для того, чтобы эту информацию донести до потребителя, мы второй раз уже выпустили буклет. Вот здесь показано, как он выглядит, территория здоровья Новосибирской области. Там есть информация и о медицинских учреждениях, и о санаторной курортной базе, которая есть в Новосибирской области. Здесь мы тоже имеем очень большие преференции от природы. То есть у нас много природных факторов, которых нет в других регионах. И мы должны с вами это понимать, как это предлагают. Или я не люблю этого слова в отношении медицинских услуг и оздоровления, но тем не менее и продавать тоже. Потому что это способствует удовлетворению конкретных потребностей людей. Это в целом как прирастает иностранные туристы и в целом туристы в Новосибирскую область. Хороший показатель у нас с вами. Да, многие видят просто китайских туристов на улицах Новосибирска. Но мы хотим, чтобы они не только гуляли по Новосибирску и заходили, скажем так, в наши музеи или в театры, но чтобы они в том числе и становились для нас пациентами наших клиник и наших оздоровительных учреждений. Для этого нужно потрудиться. Принципиально важно, что мы еще сделали весь мир становится электронным. Поэтому мы сделали приложение электронное, и я надеюсь, что оно удобно. И мы развиваем. То есть у нас есть портал, у нас есть мобильное приложение. И чем более доходчиво мы эту информацию будем распространять, а мы в том числе и переводим и на иностранные языки эту информацию, тем больше мы будем привлекать к себе внимание. То есть мы участвуем в международных выставках и рассказываем о потенциале Новосибирской области. В том числе мы были в Китае, в Корее, где говорим, что такое Новосибирск области, какие услуги здесь можно получить и сколько это стоит. Потому что фактор цена и качество – это очень важный аргумент для рассуждений. И та же самая транспортная доступность, которая обеспечивается в Новосибирске максимально. У нас с вами есть авиационный транспорт, и наша работа Алмачева очень хорошо развивается. У нас с вами есть железнодорожный транспорт во всех направлениях. У нас есть автомобильный транспорт, у нас есть речной транспорт. В том числе мы должны с вами говорить о том, что можно отдыхать, например, совершая речные круизы. То есть одно может дополнять другое. То есть Новосибирск с этой точки зрения может быть прекрасной точкой притяжения. Мы можем с вами вступать в контакт с нашими ближайшими соседями. Например, с домичами. У них есть хорошие медицинские услуги, которые могут дополнять наши. Что-то можно получать у нас, что-то можно получать у них. То есть нам нужно научиться не конкурировать, в том числе с друг другом. Нам нужно научиться кооперировать. Для этого нужно создавать дополнительную информацию. То есть можно прийти на сайт и посмотреть, какие организации в Новосибирске предлагают деньги и услуги. На каких условиях. И выбрать что-то для себя. Поэтому я говорю, что у нас есть и государственные клиники, как федеральные, так и областные. И частная медицина. И все это нужно рассматривать только вместе. Только взаимодействуя друг другу. Еще принципиально важно для нас с вами это рассказать доходчиво, в том числе и жителям Новосибирской области. Мы стали организовывать пресс-туры. То есть мы вывозим наших представителей прессы в санатории. Многие из них еще вспоминают, скажем так, конец 80-х, начало 90-х годов, когда в клиниках сохранилось, что называется, богатое наследие советского прошлого. И вот в настоящее время все совершенно не так. То есть многие санатории уже полностью провели реновацию. И эта реновация касается не только условий проживания, это касается в первую очередь медицинской базы. То есть можно получить самые современные услуги, потому что закупается современное оборудование. Обучается соответствующий персонал. Персонал стал приветливым. Персонал стал понимать, что потребитель это тот человек, который диктует условия, в которых он хочет находиться, и что он хочет получать. То есть вот эта смена парадигм, она тоже постепенно происходит. Я надеюсь, что наши средства массовой информации, на себе попробовав эти услуги, средства проживания и питания, понимают, что вообще-то это здорово отдыхать в Новосибирской области. Я как человек, проверивший на своем собственном опыте, причем я приезжаю и отдыхаю, и сама понимаю, хорошо это или плохо, я могу это говорить. То есть вот мне не стыдно за то, что есть в Новосибирской области. Не за наши медицинские учреждения, не за наши знатурно-курортные учреждения. Так, мы перескочили, перескочили. Так, придется, извините, придется провисать очень быстро. Так, вот остался буквально один слайд. Значит, что я хочу сказать. То, что сейчас находится в работе, то, что связано с китайскими туристами, сокращается объем минимальной группы, то есть их может появиться уже три человека, да, то есть это почти индивидуальная группа. Увеличивается время пребывания, да, и здесь это тоже принципиально важно. Но если мы понимаем с вами, что мы хотим работать с китайскими туристами, мы должны с вами прекрасно понимать, что у этого есть свои особенности. И это должны понимать все. В первую очередь, лечебные учреждения и учреждения оздоровительного плана. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы сегодня поговорили на эту тему достаточно серьезно. Шесть выступающих. Значит, первое у нас выступление. Перспективное направление развития медицинского туризма. Бабяк Елена Анатольевна, директор агентства МедАссистанс, исполнительная директора Ассоциации руководителей медицинских организаций Сибири. Видите, даже какие у нас уже появились организации, да? Руководители медицинских организаций Сибири. Пожалуйста, Елена Анатольевна. Спасибо. Да, ассоциации уже у нас порядка 10 лет, агентство 11, появились мы, да, достаточно давно. Мне перед тем, как начать выступление, очень хотелось бы понять, какая у нас аудитория. Скажите, поднимите, пожалуйста, руки, кто руководитель медиатурбенизации. Ага, медицинские, ну, конечно, простите. А туристические агентства, маркетологи, где я кого-то упустила наверняка, потому что в тот очень большом количестве присутствует. Я вот смотрю, не наша медицинская аудитория, а своих. Кто еще? Пациенты? Сейчас мы всех вылечим. Хорошо. Вы знаете, я заранее прошу прощения. Очень не люблю я делать презентации. С некоторых пор они мне надоели смертельно. Поэтому я больше буду говорить, чем вы будете видеть картинку. Это так вот при приличии что-то будет на экране светиться. Сейчас, пожалуйста, следующий слайд. Я могу сама листать, если вы можете. Да, конечно же. Спасибо. Да, на самом деле мы не можем похвастаться архитектурой и какими-то памятниками, которым уже 400 лет. И к нам приезжают туристы несколько за другим. За экзотикой, возможно, да. За какими-то деловыми связями. Ну, много чего бы так показать. Действительно, мы уже все сталкивались с ситуацией. Приехали гости иностранные. Куда везти это? Я свой опыт отобразила на самом деле. Наверняка у вас есть свой. Но что касается медицины, это совершенно не шутка. Потому что мы реально третий город в России. И у нас реально очень крутая медицина. И это касается не только федеральных медицинских учреждений. Это касается и областной больницы. Это касается частников, так называемых, в скобочках. Это касается ведомственной медицины. Но есть у каждого своя ниша. И она, ну, довольно сильная, довольно серьезная. Просто нужно понимать, нужно знать, нужно хорошо ориентироваться на этой карте медицинских организаций города Новосибирска, чтобы понимать, где и какую проблему можно решить. И как быстро можно ее решить. И как успешно можно ее решить. И за чей счет можно ее решить. То есть у нас существуют и квоты высокотехнологичные, существуют добровольные медицинские страхования. У нас существуют платные услуги. Поэтому медицина – это то, что мы можем реально представлять, и представлять очень активно. И на самом деле здесь нужна кооперация, потому что каждый видит, понимаете, вот такой вот очень взгляд. Кто-то видит только федеральные клиники, кто-то вот муниципальные. На самом деле вот должно быть что-то объединяющее, потому что медицина у нас большая, крупная, огромная, очень хорошая. Так, а сейчас я научусь вот этой кнопочкой пользоваться. Вот. Преимущества медицины. Почему медицинский туризм в Новосибирск? И вообще слово «медицинский туризм», он у меня до сих пор режет слух, потому что все-таки медицина и туризм – это для меня как-то несколько разные вещи. И я даже пыталась объявить конкурс в социальных сетях, чтобы придумать другое название. Ничего путнего из этого не получилось. Медтуризм остался, медтуризм, а больше ни у кого ни с чем это не ассоциируется. Вот медтуризм пока так. И, соответственно, почему Новосибирск? Вот те преимущества, которые мне удалось выявить. Я, честно говоря, не представляю, что китайские туристы к нам поедут лечиться. Но я понимаю, кто к нам поедет в большом количестве. И для кого какие преимущества, собственно, существуют. Столица Сибири и, конечно, наш академгородок, наша научная база, она играет огромную большую роль. То есть, действительно, если мы говорим от Урала до Дальнего Востока, Новосибирск – самый лучший центр, где сосредоточены больше всего направлений вот именно в сфере здравоохранения. Это и онкология, это и сердечно-сосудистые хирургии, это и нейрохирургия. Ну, перечислять можно до бесконечности, вы все это знаете прекрасно. Мы не избалованы туристами, и это очень и очень хорошо. Потому что, я не знаю, как вы, я прекрасно помню, как наши граждане начинали ехать в Израиль. Дело в том, что у меня основная специальность, я директор медицинского агентства, и я вот эту всю ситуацию рассматриваю именно со стороны пациента. Я вот с вами разговариваю, я понимаю, чего хотят пациенты. И, соответственно, почему наши поехали? Они там встретили другое отношение. Они встретили сервис. Они встретили понятное, внятное объяснение. Они встретили какие-то перспективы. Они именно за этим поехали в свое время в Израиль, Германию и так далее. И вот сейчас мы сталкиваемся с тем, что там немножко ситуация изменилась. Там к туристам стали относиться как само собой разумеющимися. То есть там изменилось отношение. Понимаете, очень тяжело уже найти клинику, где мы встретили то, что мы видели 10-15 лет назад. И это касается всех аспектов, в том числе, немаловажно, это все-таки денежно. Вот. И у нас все-таки с платными пациентами, тем более с иностранными пациентами, тем более с иногородними пациентами, по моему опыту, то, что мы занимаемся, работают всегда ведущие специалисты. И в этом мы можем быть уверены. То есть если мы говорим, вы к нам приезжайте, конечно же, вас прооперирует профессор, который делает эти операции уже 10 лет и делает их очень много, и у него не 10, не 15, а сотни, и он умеет это делать, это значит, пациент приедет, его прооперирует именно этот профессор, и он будет уверен, что это так. Вот. Когда мы отправляем пациентов в Москву, когда мы отправляем пациентов за рубеж, мы очень редко знаем, кто ими будет заниматься. Это, опять же, по опыту. То есть иногда, конечно, мы понимаем, но далеко не всегда это крайне сложно. Вот. И, значит, стоимость. Вот. Стоимость – это вот отдельный сейчас пункт, который несет огромные преимущества. Мы наблюдаем за долларом, мы наблюдаем за евро, мы понимаем, сколько стоит лечение за рубежом. В Москве, кстати, намного отличается. Так что Новосибирск в этом смысле, он прекрасен совершенно, потому что нам кажется, что дорого на самом деле нет. Отсутствие языкового барьера. Почему я это написала? Ну, потому что, я повторяю, к нам едут все-таки не настоящие иностранцы. К нам едут жители русскоговорящие, то есть это или первое поколение мигрантов, или второе максимум. Они к нам едут, они прекрасно говорят на русском языке. Мы пока не готовы принимать англоговорящих и всех остальных, потому что нет у нас такой системы построенной, врачи не готовы. Если во всем мире мы понимаем, что медсестра, ну, как-то, скорее всего, будет говорить по-английски, ну, да, ну, будет все равно, и все остальные будут. Но врач-то будет точно говорить по-английски, он будет говорить по-английски очень хорошо, то все-таки у нас нет. Поэтому мы ожидаем, мы ожидаем именно наших русскоговорящих, родных, понятных нам с нашим менталитетом. Существует ли медтуризм сейчас? Я уверяю вас, что нет. Вот системного медицинского туризма в России нет. Это какие-то абсолютно не системные, хаотичные, само собой сформировавшиеся потоки, и мы вот получали информацию у медицинских организаций. Я вот сейчас, на самом деле, не могу вам очень это подробно рассказать, очень маленькое время доклада, но вот, как правило, у каждого медицинской организации есть свой поток откуда-то. Вот в областную больницу идут определенные области, и Казахстана, и Средней Азии, и Российской Федерации, где-то вот прямо много-много, где-то поменьше. В Бешалкино это будут другие области, я вас уверяю, и другие регионы. У каждого свой вот такой хаотично сформированный поток. И это либо вот кто-то рассказал, либо там родственники живут здесь, друзья и так далее. Вот так вот люди идут к нам. У нас нет системной строительной системы медицинского туризма, как это есть в Израиле, как это есть в Германии, в Турции уже давно, кстати, есть. У нас нет. У нас есть, значит, вот я сказала про поток на высокотехнологичную помощь, это касалось. У нас есть соотечественники, которые идут на стоматологию пластику, потому что она редко входит в больничные кассы, в стоимость страховки для наших соотечественников. Но она существенно дешевле, просто на порядок дешевле, даже на несколько может быть порядков дешевле, чем за рубежом. Они едут. Едут домой, едут к родственникам, ну, это тоже не системно. Мы их не зовем, мы им не говорим, приезжайте, дорогие гости, мы вам тут зубы вылечим, например. Нет. Хорошо организованный поток пациентов на санаторно-курортное лечение. Я про это, честно скажу, знаю мало, потому что все-таки я занимаюсь большой серьезной медициной, и про санаторий, я знаю, что они у нас, да, прекрасно, наследная ассоциация есть с санаторией, мы туда ездим. Но все-таки это не медицина, это оздоравливающая технология. Это очень хорошо, что они существуют, но это поток ориентированных совершенно других пациентов, я расскажу чуть позже. Вот. Значит, основные направления, в общем, перетекаются с предыдущим стайдом, это высокотехнологичная медицинская помощь. Ну, допустим, ну, понятно, что весь регион едет в мешалки на операции на сердце, понятно, что к нам едут не и то на, значит, эндопротезированные операции на позвоночнике, понятно, что к нам едут, значит, в областную больницу на пересадку печени и так далее. То есть, ну, это все на слуху, я даже не буду рассказывать. Пластическая хирургия и стоматология. Насчет пластической хирургии теперь большой вопрос останется, ли она выживет вообще в нашей стране. Ну, вот стоматология осталась пока, да. И стоматология у нас на очень хорошем уровне, я вас уверяю. У нас немецкие технологии, у нас прекраснейшие врачи, у нас образовательные центры есть, и не только практические стоматологи. Этим мы можем, безусловно, гордиться. Вот, обследование и чекап. На обследование и на чекап в большей степени едут все-таки не жители, например, дальнего зарубежья и не жители Москвы, там, и не жители даже стран СНГ. На чекап и обследование едут наши все ближайшие регионы. И немножко едет еще Дальний Восток. Дальний Восток едет поактивнее, и Северный Казахстан едет поактивнее, потому что это близко, и это сопоставимо с ценой проезда и так далее. Ну, то есть, вот они к нам очень хорошо и активно едут. Но они тоже не системные. Мы вот этим это начали хорошо заниматься, и когда ты простраиваешь всю траекторию, и логистику записывают, наши сотрудники прямо заранее, все весь план, и они прямо очень активно к нам потянулись. Но это недорогостоит, вот наша обычная обследование, там, максимум лучшая диагностика. Санаторно-курортное лечение. Это, конечно, жители нашего региона и безлежащих. Но это вот назначено всем понятно, почему. Вот. Высокотехнологичная медицинская помощь. Это то, что... Вот наша гордость. Вот любое из этих направлений, вы посмотрите, ну, то есть вот... Очень трудно сказать, чего у нас нет в Новосибирске. У нас нет ПТКТ, скоро будет, да, но это касается диагностики. У нас именно вот ядерная медицина, у чего вот терапия тоже есть некоторые недостатки, но я тоже думаю, что... Мы быстро достаточно догоним. У нас все эти направления, которые... Ради которых наши жители едут за рубеж лечиться, вот они, посмотрите, они у нас все есть. И я вас уверяю, можно организовать очень достойно с хорошим результатом. Целевая аудитория по направлению. Так я уже поняла, что надо закругляться. Высокотехнологичная медицинская помощь. Это жители от Уала до Дальнего Востока и страны СНГ. Это кто едет, да? Ну, по нашим данным, по нашей статистике, а мы ее очень активно собираем, плюс все-таки 11 лет работаем. Стоматология, пластическая хирургия. Это Москва и Дальние зарубежья. Это наши бывшие граждане, соотечественники. Обследование в ближайшие регионы, страны СНГ. Санаторийно-курортное лечение в ближайшие регионы. Это надо обязательно учитывать при продвижении, потому что это настолько разные аудитории. Они разные по социальному положению, разные совершенно по территориальному. И продвижения тоже абсолютно разные. В каждом регионе это совсем-совсем разные программы. Вот. И я, как всегда, призываю всех к объединению. Я не могу без этого обойтись никак. Потому что я считаю, конечно, медики в первую очередь должны объединяться. То есть это должна быть четкая и совершенно слаженная система преемственности. И это должно быть какое-то наше, такое очень сильное профессиональное объединение. Это... Ну, я поставила агент-оператор в нашу организацию, потому что он у таких профильных организаций, которые бы занимался туризм именно сюда, я на самом деле больше не знаю. Вот. Но это... Потому что это совсем другая работа. Мы всегда стоим на стороне пациента. Мы всегда исходим из его потребностей. И мы будем искать для него лучший вариант. Очень трудно это сделать кому-то другому. Компания Ассистанс норма на Западе. И мы вот, наверное, такие первые. Гостиничный бизнес, туристические агентства и транспортные компании. Вот. Это те отрасли, с которыми нам надо просто срочно объединяться. в общей цели. Потому что они смогут донести информацию, они смогут привезти нам пациента, они смогут его разместить. А всю медицинскую логистику мы вполне можем взять на себя. И таким образом это будет очень хороший альянс. И если кому-то это интересно, то на самом деле у нас вот наши контактные информации. Мы всегда готовы к встрече, мы всегда готовы к обсуждению. И мы очень любим новые знакомства. Пожалуйста, приходите. Спасибо, Елена Анатольевна. Я приведу некоторые цифры. Они на слайде есть. Вот смотрите, мы запрашивали. Действительно, официально у нас эта информация нигде не собирается. В 2015 году, по данным шести ведущих медицинских учреждений, у нас 4691 человек приехали специально, чтобы получить медицинскую помощь в Новосибирской области. В 2016 году, это в этих шести клиниках, 13221 человек, и в 2017 году 17342 человека. То есть, да, безусловно, это совсем немного. Но тем не менее, вы видите, что в эти клиники за три года поток увеличился в четыре раза. То есть, динамика хорошая есть. С чем я согласна с Еленой? Мы действительно на целевую аудиторию работаем еще очень слабо. Но тем не менее, мы уже начали работать. Поэтому следующее слово, представитель областной больницы, мне очень нравится, как у них называется эта служба. Значит, это у нас тема экспорт медицинских услуг, выбор стратегии и позитивный опыт продвижения медицинских услуг на российском и международном рынках. Бугайченко Николай Вячеславович, руководитель отделения платных услуг в областной клинической больнице. Присутствует также главный врач, который тоже сможет ответить на те вопросы после нашего заседания, которые возникнут у присутствующих. Я желаю, коллеги, добрый день еще раз. Позвольте представить выступление в медицинских услугах выбора стратегии «Позитивный опыт». А в этом выступлении я постарался встать на позицию обещанной организации медицинского туризма с позиции медицинского кластера Новосибирской области. То есть, не в той деле организации, как, на наш взгляд, выглядит на общую организацию этого проекта медицинский туризм. Итак, первое, на что я бы хотел обратить внимание, это значимые обстоятельства для медицины Российской Федерации сегодня. Первое, это, конечно, стабилизация государственного финансирования. То есть, есть финансирование организации, к сожалению, или по факту, как бы, это, поток финансовый, он стабилизирован, соответственно, денег сколько есть. Второе, значимый фактор, который объединяет нас с точки зрения решения программы медицинского туризма, это продолжающиеся объединение потенциалов государственных и частных клиник для решения общегосударственных медицинских задач, которые стоят, собственно, перед руководством. И третье, это, собственно, факт обсуждения медицинского туризма на самом высшем уровне, говорит о том, что имеется осознание того, что в стране национальный, высокотехнологичный медицинский потенциал превышает потребности совокупные жителей Российской Федерации, что позволяет задуматься об заполнении и передаче машинностей для оказания коммерческой помощи для других, собственно, жителей других стран. И здесь я хотел сделать небольшой оценку о том, что рассмотрение темы медицинского туризма в Новосибирской области в свою очередь тоже свидетельствует о том, что у нас есть региональное понимание того, что наши медицинские общины мощности совокупные в области, они превышают потенциал собственно возможности и потребности жителей Новосибирской области высокотехнологичной помощи в целом. Итак, медицинский туризм все-таки давайте остановимся, что это два потока пациентов. Первый это внутренний медицинский туризм инкамер, то есть прием жителей других регионов России и другой поток это внешний медицинский туризм прием иностранных граждан. И возникает вопрос, какой собственно поток значен с позиции государственной поддержки. Мне кажется, это один ключевой вопрос, в отвечу на который мы начинаем понимать, как дальше выстраивать этот проект в целом. И конечно, если мы вернемся к цели собственно медицинского туризма, это с одной стороны очевидная вещь, это экономическая цель, это привлечение дополнительных средств в медицинскую отрасль, средств в смежной отрасли, а также в лечении налоговых сборов и медицинская, выравнивание уровня обеспечения качественной медицинской помощи жителей различных регионов Российской Федерации, а также обеспечение все-таки качественной медицинской помощи жителей других стран, то мы понимаем, что все-таки государственная поддержка и организация собственно Медицинский туризм, в первую очередь, должна касаться внешнего медицинского туризма, потому что внутренний медицинский туризм, по существу, с точки зрения государства или регионов, это все-таки перекладывание общей суммы денег из кармана в карман, не увеличивающейся в принципе. А внутренний медицинский туризм, безусловно, это инструмент конкурентной борьбы уже между медицинскими организациями. По существу, это задача внутренней медицинской организации. Итак, как нам видятся ключевые направления развития программы медицинского туризма с позиции Новосибирской области? Да, Елена Анатольевна много говорила о том, что у нас в Новосибирской области можно получить высокотехнологичную помощь фактически по любому профилю. Однако, нам необходимо определиться все-таки, какие из услуг, которые Новосибирская область оказывает, могут быть востребованы на внешнем медицинском рынке вне России. Очевидно, что не весь спектр высокотехнологичной помощи, который оказывается в Новосибирске, обладает развить одинаковой востребованностью на внешнем рынке. Соответственно, работа над тем, чтобы правильно понять, какие из услуг наиболее востребованы, соответственно, какие можно докрутить и предлагать на внешний рынок, это одна из значимых тем для задач и для решения при организации потока медицинского туризма. Второе, конечно, выявление целевой аудитории, которая заинтересована нашим конкурентоспособным услугам, потому что мы понимаем, что вокруг нас Азия, Европа от нас далеко, но все-таки это достаточно общая информация, чтобы понимать, как правильно нацеливать нашу работу на привлечение медицинских туристов. Конечно, эффективное коммерческое предложение аудитории – это тоже достаточно тонкая работа, которая уже базируется на первом и втором пунктах. И, конечно, внутренняя работа над территориальным медицинским продуктом. Если мы посмотрим на этот слайд и вообще вот эти все четыре тезиса, то возникает значимый вопрос. В компетенции каких специалистов, собственно, решение этих задач? И если мы оценим задачи, которые поставили на этом слайде определенные, то существует, конечно, продвижение и организация медицинского туризма – это в подавляющем большинстве маркетинговая задача территории. Соответственно, специалисты по маркетингу должны играть главенствующую роль в том, чтобы организовывать, собственно, дальнейшие движения в этом направлении. Давайте немножечко расширим каждый пункт. Какие медицинские услуги и организации могут конкурировать на международном рынке медицинских услуг? Конечно, необходим конкуренто-анализ, предлагаемый на территории РИСО медицинских услуг. Мы знаем, что, опять-таки, все здесь у нас в Новосибирской области представлено, однако не все организации, обладающие сходными профилями, одинаково популярны или востребованы на внешнем рынке. Это тоже предмет анализа, для того, чтобы понять, что интересно, что значимо и что привлечет внимание медицинских туристов. Конечно, доработка конкурентных способных медицинских услуг, предлагаемых к продаже, к потребностям целевой аудитории. Не факт, что то, что требуется, условно говоря, в Кыргызстане, может быть, также преподносится в другой республике или где-нибудь ближе к Европе. Конечно, очевидные критерии, которые, в общем-то, никто не отменял, очень мало, можно сказать, нового, однако, повторить их нужно как цена. Если мы, конечно, понимаем, что российское здравоохранение все-таки по уровню сервиса, по уровню определенных характеристик, все-таки уступает ведущим форматам западного здравоохранения, то, конечно, факт в том, что у нас цена – это бюджетный экономный вариант, тем более, что у нас не так далеко уже упомянутый корейский кластер медицинский, который очень агрессивный, очень активный. Медицинский туризм – это очень проработанная программа там. Сервис. Конечно, это очень больной вопрос для организаций. Есть сервис и наше понимание сервиса, есть понимание сервиса, которым обладает нашим потенциальным медицинским туризмом. Приведение к общему знаменателю этого понимания – это тоже большая работа. Качество медицинской услуги, я чуть-чуть скажу об этом позже, и маркетинговая обертка под конкретную аудиторию – конечно, это как бы обещающий момент, который все эти пункты объединяет. И в итоге мы должны получить уникальное торговое предложение медицинского продукта на Сибирской области. Это, собственно, как бы то, что можно подвигать дальше на рынок. Вот исходя из этого слайда, тут могу подвергнуть определенному сомнению, достаточно популярно в разных территориях, а также даже и у нас, сборники, организации, которые предлагают услуги. Если мы пойдем по теме пациента и потенциально нашего медицинского туриста, то мы поймем, что человек ищет не больницу, чтобы получить услугу, а конкретно какую-то манипуляцию. И с точки зрения маркетинга и продвижения услуг, конечно, продвижения конкретной услуги, которая бы оказывалась в Новосибирской области каким-то уже определенной медицинской организацией, это было бы правильно с точки зрения преподнесения продукта нашего потенциального медицинского туриста. Целевая аудитория заинтересована предлагаемой конкурентоспособных услуг. Конечно, тут требуется базовое маркетинговое исследование, которое бы определило потребности аудитории других государств, которые можно было бы закрыть, предложив ОТП нашего медицинского кластера в Новосибирской области. И в итоге, конечно, несообразно получить документы, в котором были бы представлены и медицинские потребности аудитории государств, которые заинтересованы потенциально в наших медицинских услугах, и также с осноской на экономические реалии возможности этих аудиторий. Выполнение эффективного коммерческого предложения. Конечно, это происходит уже после выполнения этих первых двух пунктов. К реалиям это наложение потребностей целевой аудитории на наши региональные возможности. И таким образом определение, какой продукт, из имеющегося, где цельсообразно продвигать, использовать маркетинговые инструменты. Эффективное маркетинговое упаковка регионального медицинского продукта. Конечно, целесообразно с точки зрения восприятия нашей территории, с точки зрения обобщения нашего потенциала медицинского, что, конечно, нам может играть только на пользу. Это кабрендинг территориальный, кабрендинг медицинской организации, кабрендинг, собственно, самой медицинской услуги. То есть той потребности, которую мы постараемся удовлетворить, собственно, выполняя медицинскую услугу. Эффективное продвижение услуг среди целевой аудитории, конечно, это отдельная задача. И если мы, опять же, спустимся на уровень медицинской организации, то не всегда эффективное продвижение определенной услуги целевой аудитории может являться экономически целесообразным для одной организации. Поэтому, конечно, одинный кластер, который работает синергично, конечно, это большое значимое организационное преимущество. Внутренняя работа над территориальным медицинским продуктом. Как мне видится ситуация? Соответственно, после пополнения маркетинговых исследований какая-то структура, которая отвечает за программу медицинского туризма, объявляет внутренний тендер для медицинской организации нашей области, которая заинтересована в участии в медицинском проекте, где есть какие-то потенциалы, которые готовы в этом участвовать. Соответственно, медицинская организация предоставляет гарантии на обеспечение оказания необходимых услуг надлежащего качества по заявленной стоимости. И, соответственно, в итоге, получая такое соглашение между управляющим, ведущим медицинским туризмом структурой и медицинской организацией, по факту медицинская организация получает маркетинговую поддержку при продвижении конкретных медицинских услуг на целевом внешнем рынке. Также к внутренней работе над территориальным медицинским продуктом целесообразно отнести, в общая, соответственно, на другой слайд сейчас, Министерство здравоохранения и правительство, или структура, которая ответственна за медицинский туризм, в проекте можно представить как организаторов коммерческой площадки с госрегулированием, на которой распределяются дополнительные объемы медицинской помощи, сформированные в результате специализированной маркетинговой активности управляющей структурой Новосибирской области. Конечно, для этого, опять же, требуется единая маркетинговая упаковка услуг и эффективная концепция продвижения. Конечно, стоит здесь опять-таки упомянуть все-таки о том, что, конечно, все эти составляющие, формирующие единую программу медицинского туризма, они применимы и для конкурентной борьбы или работы на внутреннем медицинском рынке России. Конечно, также при работе над территориальным медицинским продуктом целесообразно, точнее, обязательно, в выполнении работ по повышению качеств медицинских услуг и в понимании того, что мы должны как бы расти от понятия медицинской услуги, точнее, от медицинской помощи, от понятия медицинской услуги, которые включают в себя сервисный компонент, а также логистический компонент. Это как раз те необходимые компоненты, которые, собственно, медицинский туризм обобщают. И, конечно, это работа по улучшению сервиса и сервисной преемственности в цепочке действий, обеспечивающих получение услуги медицинским туристам в нашей области. Конечно, целесообразна проработка единых стандартов клиентовского сервиса по медицинскому туризму для нашей области, а также единая программа по внедрению уровней клиентского сервиса для организаций, которые участвуют в программе по медицинскому туризму. Ну, вообще, на то все славно, что человек, приехавший в Новосибирскую область, уже ожидает определенного уровня сервиса, который он уже здесь получил в Новосибирской области, и который преемствен между различными организациями. И, конечно, проработка единой маркетинговой политики и продвижение обобщенного медицинского кластера на иностранной рынке медуслова. Кто будет все-таки в Новосибирской области потенциально выполнять проект? Конечно, необходимо, точнее, крайне целесообразно создание централизованной рабочей группы, ответственность за проект, в который входили специалисты по маркетингу, специалисты, знающие медицинский рынок в Новосибирской области, специалисты по туризму, а также экономисты. На наш взгляд, сочетание вот этих четырех подгрупп как раз и даст потенциале тот результат, который можно обручить как базовое организационное преимущество территории Новосибирской области и реальный работающий инструмент, эффективно выводящий на международный рынок отдельные медицинские организации, а также медицинские услуги в Новосибирской области. Давайте посмотрим на тренды других территорий. Информация в АДНГ. Николай, пожалуйста, быстрее, потому что другие выступающие тоже хотят довести до аудитории свою информацию. Три минуты, да. Соответственно, в Санкт-Петербурге в 2018 году анонсировано создание как раз такого маркетингового кластера, который планирует заниматься логистикой медицинских туристов. И в Израиле, широко известном нам месте медицинского туризма, идет, в общем-то, достаточно активная законотворческая деятельность, которая нормализует взаимодействие туристов и различных медицинских организаций. Ну и покуда у нас все-таки доклад, который включает позитивную, три слайда про Новосибирскую областную больницу. С точки зрения коммерции, рейтинг московский, Водемиковский, проведенный на основании 2016 года, согласно которому наша больница в целом среди государственных бюджетных учреждений заняла почетное шестое место. Мы видим, что на первом, втором и третьем месте Москва, четвертое месте Тюмень, пятая – Краснодар, шестое место – наша больница, Новосибирская областная. И дальше мы спускаемся, видим, что еще три – Москвы и Екатеринбург. Это как бы наша независимая оценка коммерческой деятельности областной больницы. Если говорить о внутреннем медицинском туризме, то мы тут вот сводный слайд по социанарным лечениям сделали. По факту получается, динамика 2016-2017 года – это 36% социанарного лечения, увеличения за год с 2016-2017. И мы видим, что четыре территории Российской Федерации обеспечивают порядка 70% медицинских туристов. Это Саха-Якутия, Алтай, Кемеровская и Иркутская области. А также территории, которые не вошли вот в эти семьи, конечно, их много, но это уже статистически менее значимо. По факту у нас в 2017 году было 943 стационарных случаев лечения жителей России в других регионах. Если говорить о внешнем медицинском туризме, то мы видим, что количество стационарной помощи у нас в 2017 году, это было, в 2016 году, ну, без существенной динамики, 272-287 случаев. В целом, три территории – Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан – обеспечивают более 80% медицинских туристов, которые пользуются обобщенно и амбулаторными, и стационарными услугами Новосибирской областной больницы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Вячеслав. Я думаю, что действительно мы видим, что клиники начинают над этим работать. Поэтому я хочу предложить выступить еще представителю одной клиники, которая, как нам всем привычно называть ее, это железнодорожная больница. Опыт экспорта медицинских услуг клиникой в центре Сибири внутренний и внешний маркетинг. Барксук Татьяна Эдуардова, заместитель директора по маркетингу. Спасибо большое за возможность предоставить наш опыт экспорта медицинских услуг. Наша медицинская организация в этом году исполнилась 125 лет. Так сложилось исторически, что мы первая клиника этого города. И это очень почетно, но в то же время налагает определенные обязательства, потому что ветвь пальмовая первенства, она достаточно бывает тяжела. И это первенство, будут быть первые больницы нашей губернии, это очень обязаны. Традиционное мнение, что рынок медицинских услуг строго локален, оно, конечно, уже давно устарело. Это мнение ушедшей эпохи. И тенденции глобализации затронули и нашу сферу деятельности. И в настоящее время во всем мире развернулась буквально ожесточенная борьба за состоятельных пациентов. По официальным данным, большая часть россиян отправляется за медицинскими услугами в центральные и северо-западные регионы. И также юг Крыма и Кавказ, где лечение совмещается с отдыхом. Новосибирская область в официальных источниках пока не зафиксирована в числе популярных регионов для россиян. Являясь частью самой крупной в нашей стране федеральной сети частных учреждений здравоохранения, наша клиника, находясь в центре Сибири, безусловно, принимает большое количество пациентов из разных регионов нашей обширной страны. И, пожалуй, уже половина субъектов Российской Федерации побывали у нас, это нанесено на карте. И это стало обычной работой для нас. И по этой причине темой моего сообщения внутренний туризм не является. Как представлено на слайде, там указан источник. По международному рейтингу для медицинского туризма в оптимальности наша страна находится на 34-м месте. В то же время, несмотря на это обстоятельство, это ничему не помешало уже наш министр здравоохранения Вероника Скворцова на инвестиционном форуме «Сочи-2017» отметила, что по данным Федерального здравоохранения в полтора раза произошел рост уровня медицинского туризма, имея в виду только экспорт за 2016 год. И на слайде представлено высказывание аналитического центра при правительстве Российской Федерации о том, что существенно замечено это движение. И, возможно, это будет одной из значимых статьи несырьевого экспорта в рамках, может быть, возможно, одного из национальных проектов. Наши объемы медицинских услуг очень похожи на объемы областной клиники в нашей области. И также первую тройку у нас исторически составляют именно Казахстан, приграничный к нам, Киргизия и Таджикистан. И 20% пятую часть составляют туристы из других государств. И также, как и у вас, уважаемые коллеги, у нас, в отличие от столичных регионов, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, основная масса медицинских услуг у нас отгружается именно в стационаре. Если мы видим, что Москва и Питер – это в основном амбулаторка, то у нас в Сибири нет. У нас в основном к нам едут за высокоотенологичной медицинской помощью. Это наша самая сильная сторона. Что говорить о географии экспорта услуг нашей клиники? То первую десятку после Казахстана, Киргизии и Таджикистана, уже упомянутых мной, представляют в порядке убывания объемов медицинских услуг Узбекистан, Азербайджан, Беларусь, Украина, Туркмения, Армения и Германия. Это наша десятка. Затем идут также в порядке убывания Грузия, Словения, Вьетнам, Литва, Китай, Израиль, Корея, США, Афганистан, Австралия, Болгария, Турция, Молдова, Сербия, Канада, Таиланд, Бельгия, Голландия, Норвегия и Швейцария. На сегодня на карте отмечено 30 государств, граждане которых пользовались услугами нашей клиники за последние 3 года. Виды наиболее востребованных медицинских услуг у иностранных граждан представлены на слайде и здесь они представлены по направлениям. Конечно, единым термином это можно назвать высоко технологичные медицинские услуги, но отдельно здесь еще стоит стоматология. Наиболее привлекательные технологии, мной представлены в раздаточном материале, который я раздала в пакетах накануне нашего круглого стола, потому что для перечисления всех широких возможностей нашей клиники 8 минут, конечно, мне не хватит. Наша клиника вошла в поле медицинского туризма в 2011-2012 годах очень активно. Мы ввели в имя сайта номер региона и в интернет-пространстве мы называемся «Медицина 54 регион». Это стало очень понятно нашим пользователям, легко запоминаемое доменное имя. И раньше конкурентов мы начали применять коммуникации с потенциальными нашими пользователями на сайте. Ежемесячно мы обрабатываем до 300 досьен, присылаем их на наш сайт, даем ответы совершенно абсолютно бесплатно, введя эту работу, общаемся, организуем беседы с авторами вопросов, выводя их из онлайна в офлайн, используя при этом интернет-протокол. И несмотря на то, что мы занимаемся непосредственно прямой вот такой агентской работой, сама клиника, также мы сохраняем очень мощный трафик таргетной рекламы на интересующие нас регионы буквально вот с тех лет. С 2014-го что-то пошло не так. Ой, 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 что-то мне, наверное, нужно, чтобы кто-то помог. Нужно очень медленно, видимо, да? Хорошо, спасибо. Мне сама Ольга Молчанова помогает, господа. Да, там что-то не так, я сделала. Хорошо. С 2014-го, 2015-го годов, как и все остальные клиники, не имея прав на международную аккредитацию, потому что мы всего лишь клиника, мы вышли на то, чтобы заключать для B2B, розницы это понятно, вы механизмы увидели на предыдущем слайде, а чтобы выйти на сегменты B2B, мы заключили консульские соглашения. Для этого клинике пришлось пройти очень серьезные проверки. Буквально следующее, я скажу, какой он. Сладинский слайд. Да, пожалуйста, спасибо большое. Спасибо вам. Извините. Вот, мы заключили после серьезных проверок консульские соглашения с государствами Германии в нашем городе, Киргизстан, Екатеринбурге и Монголии в городе Чита, за что огромный поклон господину Люлько и мэрии города Новосибирска. Мы заключили также уже на сегодняшний день 10 договоров с ассистанскими компаниями, аналогичные в те, которые представляет сегодня Елена Бабяк, находящаяся со мной по соседству. Это компании, занимающиеся сопровождением пациентов, имеющих полисы добровольного медицинского страхования, зарубежных страховых компаний, напрямую неаккредитованных для работы в России. Наш внутренний маркетинг направлен на то, чтобы поддержать конкурентные преимущества клиники, современную инфраструктуру. Наши объекты, по мнению наших некоторых немецких пациентов, лучше некоторых клиник в Восточной Германии, международные стажировки, высокие компетенции наших специалистов позволяют работать на уровне стандартов мировой медицины по высоким технологиям. Мы имеем достаточный удельный вес медицинского персонала среди не только врачей, но и медицинских сестер и администраторов в сервисной службе. У нас есть такая структура, владеющая иностранными языками, для минимизации языкового барьера. Конечно, я согласна с вами, Елена, что большинство пациентов, которые к нам приезжают, это мигранты из России в каких-то поколениях, но также есть пациенты, которые не владеют нашим языком государственным. Медицинское оборудование в нашей клинике самых известных мировых брендов, это вызывает очень высокое доверие у пациентов, и плюс к этому, когда они возвращаются в страну проживания, не возникает разрыва по ведению больного со стороны лечащих врачей, со стороны проживания. Мы учитываем особенности культуры, так, например, для пациентов из Азии и предлагаем отдельное специальное заказное меню. Наша клиника настолько многопрофильна, что в нашей практике работы с иностранными гражданами диверсификация услуг встречалась от помощи по репатриации погибших на Алтае сноубордистов до высокотехнологичных медицинских услуг категории высший пилотаж, таких как бариатрическая хирургия, селективная химиомболизация и других. Обеспечение туристов, РЖД-туров на поездах Москва-Пекин, Москва-Владивосток, есть такой проект Императорской России у нашей материнской компании. Это все повышает тренированность нашего персонала. Аргументом может послужить пример авиакомпании Люфтганса буквально в прошлом году, это зимой, а перед Новым годом, где-то в ноябре, произошло резкое ухудшение здоровья пассажира, гражданина Китая. И авиакомпания запросила у Москвы, где по линии маршрута есть клиника, имеющая компетенции. Им сказали, что это клиника в Новосибирске, это клиника РЖД, самолет совершил вынужденную посадку именно в нашем городе, и мы с готовностью госпитализировали этого пациента к себе. Имея парк реанимационных автомобилей, мы, в принципе, готовы к таким транспортировкам. В деле оказания клиента ориентированной атмосферы и заботы в нашем коллективе в принципе нет безучастных сотрудников. Моя клиника на 30, чуть даже меньше процентов загружена ведомственным заказом, все остальное мы зарабатываем сами. Так, кадровая служба нашей клиники взяла на себя заботу в деле взаимодействия с миграционной службой, что создало дополнительный комфорт для зарубежных пациентов. И вопросами визового режима клиника занимается сама, то есть тоже медицинским туристам из-за рубежа. Это дополнительный комфорт и удобство. Но как итог, этот финишный слайд, что совместные усилия всего коллектива клиники позволили получить более чем двукратный рост доходов в прошедшем году от направления медицинский экспорт. Но в этом году этот тренд сохраняется. Мы предоставили наши анкеты в качестве клиники, адаптированной к медицинскому экспорту с зарубежными туристами в федеральный медздрав. Мы предоставили большое спасибо нашему правительству Новосибирскому за вновь созданный туристический портал Новосибирской области, куда попали наши данные. Мы готовы быть пилотным проектом по разработке стратегии. И мы готовы, Николай, сотрудничать с вами и быть, не знаю, удобными, скажем, ну, на самом деле, пилотной такой площадкой по разработке механизмов вывода медицинских услуг нашего родного города на мировой рынок. И мы открыты для всех. Для экспериментов, для пациентов, для новых идей. Я еще раз благодарю вас за предоставленную возможность нашей клинике поделиться нашим опытом и готовы ответить на вопросы. Спасибо, Татьяна. У меня один-два вопроса. Вы писали, что вы на каком языке вы даете иностранцев? По законодательству Российской Федерации на русском. А если они, например, просят вас перевезти, вы можете пойти их на встречу? Мы идем на встречу, мы так и делаем. У нас есть еще интересное такое безденежное сотрудничество с нашим институтом педагогическим университетом, с педуниверситетом. Я не могу прибегнуть, я уже взросла, девушка, что все сейчас университеты. И кафедры иностранных языков с большим удовольствием приходят к нам, когда у нас есть пациенты, чтобы потренироваться практика с носителем языка. Отлично, спасибо. Артем, у меня к вам встречный вопрос. Вот прямо как плец вопросов, плец ответов. Вот вы, когда работаете с иностранными клиентами, вы на каких языках с ними общаетесь? И вот вы ведете такую практику, как нам сейчас жизнь здоровья, клиника рассказала, да? Да, конечно, мы ведем. У нас маленько иные подходы. Это связано со спецификой нашего учреждения. Но по большей части наш персонал, ну, имеется в виду, старший медицинский персонал, он англоязычный. И средний мед, зачастую мед, персонал, многие говорят на английском языке. Поэтому в этом проблем особо не возникает. Наши подходы, это, конечно, мы работаем с регионами. Большая часть, конечно, это у нас спецификационическая медицинская помощь. И наша задача именно в отношении медицинского туризма это удержание амбулаторной помощи в других регионах, удержание амбулаторной помощи и стран СНГ, то есть те, которые обратились к нам за высокотехнологическую плату медицинской помощи, чтобы они в последующем наблюдались у нас. Но мы в первую очередь заботимся о нашем брендинге, потому что в первую очередь мы считаем, что за качество медицинской услуги человек идёт именно за брендом, за новой технологией, той технологией, которая находится на мировом уровне. Это с первой точки. И второе, то, что наши специалисты, они имеют подготовку международного уровня и имеют соответствующийся сертификат. Я хочу представить, это Артём Стретников, это, как мы называем, клиника Мишалкина, в настоящее время это федеральный центр, то есть мы получили этот статус, это очень хорошо. То есть вот он как раз ответил на тот вопрос, который задавала Елена, что у нас большинство наших представителей врачей и медсестёр не говорят по-английски. Вот он говорит, что они уже своему медицинскому персоналу такую задачу поставили и решили. Да, и они направляют на международные стажировки. И я надеюсь, что остальные наши клиники тоже будут серьёзно над этим работать. Следующий выступающий у нас это Аула Геннадьевна Резина, выбор клиники иностранных пациентов и его ожидания во время и после лечения. Почему я и обратилась к Артёму с таким предварительным вопросом. Коллеги, прошу выдерживать регламу. Желающих выступить у нас с вами ещё много, и это хорошо. Так, благодарю за возможность выступить. Добрый вечер всем присутствующим. Я сегодня хочу поговорить о том, каким образом иностранный пациент выбирает клинику до того, как он в неё обратится и какие у него ожидания во время и после лечения. И во время презентации, собственно говоря, Твисова скажу про ассоциацию, про наш опыт, да, который может определиться. Про то, как пациент выбирает сначала страну, потом клинику, потому что это два разных выбора. И отдельно уже про то, что он ожидает на месте и после лечения. Давайте представлюсь. Сейчас ещё раз меня зовут Алла Везина. Я являюсь исполнительным директором двух компаний. Это Ассоциация Агентства Медицинского Туризма СНГ и Агентства Синзеркейс, который, это IT-платформа, которая предназначена для работы с запросами иностранных пациентов. Как ассоциацию, ну, здесь вот есть несколько информаций про нас, можно прочитать. Я скажу основное, что творительность, которую мы ведём, это вебинары образовательные для Медицинского Туризма, в том числе для российских клиник, которые сейчас, ну, некоторые образовательные вещи по Медицинскому Туризму, потому что у нас есть это компетенция. Мы очень много ездим по миру, и, ну, естественно, по России, выступаем на международных саммитах, конгрессах Медицинского Туризма. И, соответственно, этот опыт, и делаем рассылки, делаем информацию для наших участников, да, и для рынка, ну, и продвигаем, соответственно, сервис. Вот чем мы занимаемся. И вот с точки зрения этого опыта, я сегодня хочу поговорить о внешнем медицинском Туризме, то есть не внутри, региональном, да, между регионами, а именно внешнем медицинском Туризме. И медицинский Туризм, я понимаю, как серьёзное лечение не статарно-транкуратно, потому что круглых направлений не разделены, там разные методы паркетингового подвижения и, ну, в принципе, да, жизни этого всего. Итак, когда пациент выбирает, ну, страну лечить, да, место лечения, что у него в голове? На самом деле есть, ну, считается, пять основных мотиваций, да, из них три, как бы, более часто встречаются, то есть может быть в лечении в другой стране быть дешевле. Например, итальянские туристы едят в Хорватию, лечить зубы, которые не входят в страховку, потому что итальянские туристы это дешевле и, ну, действительно, в разы не шернее. Это может быть мотив ехать за качеством, это характерно для наших стран, СНГ и для российских граждан. Лечение за рубежом может быть быстрее. Например, пациент Канады едет в США, потому что он не готов ждать, например, 10 месяцев в очереди за прекрасного врача, прекрасную помощь, ну, 10 месяцев, да, соответственно. И иногда влияют такие факторы, как в другой стране могут быть официально разрешены те процедуры, которые невозможно решить. В одной стране, например, законодательно разрешенный возраст для женщин, для проведения эколог разный в разных странах, здесь нельзя, куда-то съездить можно, соответственно. И иногда на простые процедуры едут совместно с отдыхом. Ну, дома не хватает времени, там, в ресурсах можно пройти какой-то чекап, допустим, в спальне параллельно с прекрасным отдыхом. И, соответственно, клиники, которые хотят выходить на рынок медицинского туризма, нужно обязательно ответить на вопрос, собственно говоря, ну, какая моя целевая аудитория, что я буду предлагать, потому что стран, выходящих сейчас, наверное, в медицинского туризма, вот раньше мы знали только Германию и Израилю, собственно говоря, сейчас очень много, и клиник выходит много. И разобраться пациенту среди тысячи и сотен даже клиник на самом деле, ну, невозможно. Можно представить только конкретное направление. На этот вопрос необходимо клинике ответить. Дальше. Еще одна фактор, еще один фактор, который влияет на выбор стороны лечения, это информация, которая доступна пациенту. И здесь либо пациент выбирает самостоятельно какую-либо процедуру, ну, трехку, да, допустим, там, стволовую или пластику, то, что сам может принять решение, и зависит от того, что вы в своем языке, в своей родной стороне можете найти там из вашей рекламы, да, и пообщаться с вашим представителем, или вы выбираете канал продаж в ДТП через организацию, та информация, которую они дают, то есть это зависит от того, что может быть найти. Конечно, среди этих каналов есть, ну, разные, не буду здесь остановиться, разные специализации, и одной клиникой, которая начинает только медицинский туризм, совершенно невозможно, ну, они так могут хорошо делать все. Ну, как правило, по нашему опыту, вот те клиники, которые выходят на рынок, они идут через каналы Питуми, я предполагаясь на опыт партнеров, но они должны быть готовы, в общем-то, за эту радиуслуги платить, это вот такие же, ну, так, организации, как Елена Анатольевна сказала, но за рубежность, соответственно. И, соответственно, это второй вопрос, который нужно ответить клинике, как именно привлекать пациентов, да, и в какой бизнес-моделе я работаю, и заточить свои получения усилия на как раз вот именно вот это. Дальше, как переходим, когда страна уже выбрана, да, как выбрать клинику, что смотрит иностранный пациент, и, как правило, у менеджеров медицинских организаций, у вас врачей сразу возникает ответ, конечно, у нас прекрасное качество медицинских услуг, это достаточно, чтобы там, ну, просто поехали толпы. Да, этот фактор, он есть, он важен, и здесь, ну, можно обратить внимание, применительно к России, да, для страны, у которой нет сложившегося проекта стран как направление медицинского туризма, там важно, в общем-то, наличие международных медицинских кандидатов, медицинских кандидатов, это же СИА, ТЕМАС, или ГУРГУХЛОСКИЕ Аккредитейшн, но это работает для, если вы привлекаете пациентов из, ну, не узкодавающих стран, если мы работаем со странами СНГ, им все равно, поэтому достаточно той аккредитации, ну, которая у вас есть. И еще один момент, который стоит обратить внимание, но это решение уже будет принимать, ну, скажем так, менеджмент клиники, это то, какие гарантии вы предоставляете, потому что сложные, с полной ситуацией возникают, и где-то на украине страны есть компетентные органы, которые их разбирают, где-то клиники там со страховыми заключают, какие-то, скажем так, продукты, да, предлагают. И если у вас будет преимущество, то будет великолепно, потому что давить к России, как на стране, с качественной медициной, которая постоянно работает, у него еще нет. Дальше. Я здесь хочу привести два других пункта, которые на самом деле более важны для пациента перед качеством медицинских услуг, потому что на самом деле качество, ну, хорошее, но его надо донести. Поэтому первое, что должно быть, это доступная информация, коммуникация с пациентом, с этого нужно читать. И это не только значит, что вас должны найти в гугле, да, или там, позвонить по телефону, и вы, ну, вы должны, вверх, на третье какое-то, предоставить право лечения. Это значит, что вы должны это право лечения предоставить на том лизогене, на котором спрашивают пациента, почему-то непонятно. Это значит, что ответ от вашей клиники должен быть, поступить очень быстро. Я вот здесь не соединяю, специально приняла цифру в 48 часов, потому что мы разговаривали с огромным количеством и клиникой, сервисной компанией и правильной статистикой с международных презентаций. Если клиника отвечает на конкретный вопрос пациента дольше, чем два дня, то она практически не какой-то способна. А если она отвечает меньше, чем за пять часов, то вероятность, что пациент выпитыми на эту клинику увеличивается в три раза по сравнению, если она отвечает от 5 до 48 часов. Поэтому это важно. Но и если клиника пронила работать, опять-таки, не только с пациентами из Казахстана, то имеет смысл соответствовать в работе с пациентами законом, ну, скажем, стандартам о безопасности санкционных данных. Соответственно, хипостандарт, это GDPR, ну, не будем забывать ваши российские соответственно законы за 152. И второй момент, о котором мы сегодня уже говорили, я хочу ему обратить внимание, конечно, нужен сервис. Я знаю одну клинику, которая, скажем так, с точки зрения медицины, они являются клиникой второго плана в странах, газорубежных, но за счет великолепнейшего сервиса работы международного отдела у них огромные потоки иностранных пациентов. И что входит в этот сервис? Требенеем пациентские услуги. Это именно, что должен обладать свой собственный международный отдел клиники. Вы должны быстро предоставить эти ответы, помочь оформить визу, вот о чем многие договорили и так далее. И, соответственно, клинике нужно ответить на вопрос, отмогает ли моя клиника решить те организационные вопросы, которые возникают перед либо подпелетом центром, либо перед ассистентской компанией, которая отправляет пациента для того, чтобы вообще можно было его отправить. И вот здесь, поскольку наша стация продвигает средства сезонгейс, которая предназначена для общения, для ответов на запросы пациентов, которые предоставляют либо партнеры, ну, неважно, это агентство медицинского туризма, другие, либо напрямую на запросы пациентов, мы разработали для наших нужд чек-лист ассоциации этого сервиса, потому что у нас работают сейчас порядка 100 клиник из 18 стран, и еще, примерно, столько же регистрируются. Мы разработали чек-лист о готовности клиники принимать иностранных пациентов. Если клиника не проходит, этот чек-лист быстро я не беру, потому что там есть амбиция, но реальная работа. Вот здесь есть наш е-мейл, соответственно, и в конце я тоже приведу, если кому-то интересно, я могу этим чуть-листом поделиться. Ну, и, приходя к вопросу, когда клиника выбрана, что пациент ждет, на самом деле однозначного ответа нет, потому что это зависит от тех ответов, которые дали раньше. Пациенту из Казахстана уже совершенно другое, чем Китай, Сочи, жители Европы и кому-то еще. И, соответственно, и да, можно выделить какие-то общие направления, в любом случае нужно организовать трансфер из рапорта на аэропорт, как вы там будете решать вопрос связи, форма оплаты и так далее, и так далее. Это, кстати, тоже все есть в чек-листе, но на самом деле решение этого вопроса больше зависит от цели и от главы в своей клинике и, собственно говоря, на что ориентировать. Ориентируйтесь на какие успешные истории, на что успешные истории клиники из Кореида будут отличаться от успешных строителей из Греции и так далее. И здесь я предлагаю всем присутствующим при посадке граждан обратиться за этими знаниями на конференции. У нас есть великолепные возможности, да, в Москве в декабре будет выставка метровых в банках Российской недели здравоохранения и мы являемся их партнером делом деловой программы по медицинскому туризму будет блоки, которые посвящены именно клиникам как строить международный отдел как какие там истории успеха и будет блок для агентств медицинского туризма или туристических агентств которые хотят заниматься собственно давая эти направления там мы тоже будем этим делиться и еще еще великолепная возможность для тех кто может идеально владеет английским языком потому что все на конференции в английском это наши партнеры ЛТД это один из двух кластеров медицинского туризма в мире они следующий свой саммит проводят в апреле следующего года в Берлине и они нам пообещали что будет перевод на русский язык в этом есть сложность поэтому если есть возможность поучаствовать подпишитесь на наш сайт информацию будем представлять что когда и как и сможем связать на этом все что я хотела сказать если есть какие-то вопросы или предложения мы всегда открыты для общения спасибо Алла я думаю что интересное выступление я думаю что все наши покупатели достойны могу привести простой пример сотрудники нашего министерства мониторят сайт и как-то мы обнаружили что в Новосибирской области появился новый сайт который стал продвигать медицинские услуги так но мы любим контрольные закупки мы отрядили одного из сотрудников нашего министерства она написала в онлайн режиме вопрос да ответ она получила в течение трех часов то есть ее попросили конкретизировать какое заболевание какой специальность нужен какие симптомы то есть он есть три часа да это внутри Новосибирска находится агентство в Новосибирске то есть это уже хорошо что мне еще понравилось помогать пациенту решать его вопросы мы даже наш туристко-информационный центр привлекли к тому чтобы они взаимодействовали в частности с клиникой мешалкина с ней то с медицинским технопарком то есть если пациент просит например ему порекомендовать ту или иную гостиницу или такси чтобы его довезли вот наш ТИЦ туристический информационный центр такую информацию дает то есть мы готовы в этом помогать я думаю что в эту же работу могут включиться и наши туристические фирмы чекап это просто отлично записали информацию про две выставки я думаю что мы будем участвовать в этих мероприятиях поэтому спасибо будем продолжать наше взаимодействие следующий выступающий у нас с вами это Шевцова Надежда Владимира на комплексный подход к оказанию медицинских услуг лечения и реабилитации на территории одной дестинации пожалуйста Добрый вечер я благодарю спикеров за такие интересные информационные выступления мне остается только констатировать результаты нашей деятельности за ну скажем последнюю пятилетку да поэтому я приступаю к своей теме комплексный подход к оказанию медицинских услуг ключевое слово конечно комплексный выступление нашего президента Владимира Владимировича первого марта прозвучало четко прозвучало президент плохого не посоветует это обратить особое внимание на профилактику на особое отношение населения к своему здоровью наше учреждение а я буду говорить на примере наших учреждений санатория Доволинский Краснозерский является вторым и третьим этапом медицинской реабилитации в широком спектре медицинских услуг безусловно экономическая ситуация в стране также поспособствовала тому что население обратило внимание на возможности отдыха и здоровления внутри страны на сегодняшний день по итогам 2017 года наши санатории оздоровили за год более 10 тысяч отдыхающих с коечной мощностью общей коечной мощностью 600 мест ну так исторически сложилось что мы находимся в великолепном месте экологически благополучной зоне всего 300 километров от города при этом у нас хорошие условия в плане транспортной доставки трансфера наших клиентов и отдыхающих санаторий Краснозерский получил даже биоклиматический паспорт оздоровительной местности опять же исторически уж так нам повезло мы обладаем месторождением уникальных природных факторов в Краснозерском санатории это голубая желтая глина сульфидно-иловая грязь рапа озерная соль и минеральная водичка санаторская я думаю что мы смогли с вами сегодня оценить ее приятный вкус помимо еще целебных свойств на территории санатория Доволенский находится источник минеральной воды Доволенская хочу отметить что ближайший аналог это Кавказские минеральные воды и все-таки 17 благодаря месторождению природных лечебных факторов мы являемся научно-исследовательской базой нашего медицинского университета плотно сотрудничаем с Томским книгом ортологии запатентовываем свои авторские программы лечения оздоровления в этом году сейчас подписываем соглашение с Новосибирским государственным университетом и я уверена мы будем продолжать традиции лучшего от природы и лучшего от науки внедрять в оздоровление нашего населения профили лечения буквально исторически справку с чем мы работаем чтобы было понятно как мы подходили к комплексной реализации поставленных задач профили лечения заболевания полно-двигательного аппарата гусно-мышечной системы неврология заболевания уже половой системы кожные заболевания органы и конечно благодаря наличию довольницкой минеральной воды в довольницком санатории это заболевания желудочно-кишечного тракта итак если говорить о комплексном подходе потребитель сегодня с широким кругозором с высоким уровнем требований к медицинским учреждениям как говорит наш генеральный директор потребитель голосует рублем рублем и самым важным ценным ресурсом временем своей жизни и своим здоровьем поэтому мы поставлены перед задачей комплексного подхода что с каких ракурсов я предлагаю сейчас рассмотреть это отдых санаторно-курортное лечение оздоровления плюс медицинская реабилитация также мы работаем с различными социально-демографическими группами населения подробнее об этом ниже скажу ну и конечно мы делая акцент на лечении на оздоровление медицинской реабилитации не забываем что наши отдыхающие еще хотят жить в уютных номерах чувствовать себя как дома а иногда даже чуть-чуть лучше и безусловно лечение лечением а до суха по расписанию и комплексном подходе на сегодняшний день мы я бы не сказала что мы это выделяем как отдельный продукт но мы точно можем предоставить полноценный отдых как я уже сказала 300 километров от города всего 3-4 часа езды вы находитесь в великолепном месте как говорят наши любимые постоянные пациенты сидя на берегу реки вы можете считать оттенки зеленого и это дорогого стоит более 50 лет мы предоставляем третий этап реабилитации снотурно-курортное лечение на сегодняшний день рынок нас заставляет рассматривать все-таки 10-дневные путевки хотя в советское время рекомендованный период это 21 день и медицинская реабилитация с 2016 года у нас открыто отделение медицинской реабилитации как для детей так и для взрослых мы осуществляем второй и третий этапы реабилитации после травм переломов операций на охранном двигательном аппарате после мышечной системы комплексный подход комплексный подход подразумевает и всем нам это понятно безусловно инвестиции в лечебную базу высокотехнологичное оборудование которое позволяет восстанавливать после серьезных травм безусловно повышение квалификации медицинского персонала сочетание как я уже говорила наших природных лечебных факторов методик лечения и того что предлагает сегодня современная медицина мы работаем с различными социально-гемографическими группами населения как я уже говорила принимаем оздоровление деток принимаем семьи работаем безусловно с более старшей целевой аудиторией делаем определенные социально направленные программы безусловно это акции скидки спецпредложения это программы лояльности к нашим постоянным клиентам здоровье детей здоровье нашей нации в будущем более 15 лет на территории санатория Краснозерский функционирует детский оздоровительный лагерь земляничная поляна принимаем детей не только по нашим основным профилям но и безусловно на профилактическое лечение особой гордостью я считаю наши это то что мы адаптированы для приема маломобильных граждан как номерной фонд так и лечебное отделение безусловно наработанной программы реабилитации эффективность проведенного лечения пациентов мы отслеживаем не по собственным оценкам оценкам проводим постпродажное обслуживание и лечебное отделение у нас обязательно проводит обследование пациентам на этапе приема а также на этапе выписки лечение проживания питания и досуг что касается проживания ежегодно два раза в год у нас проходит модернизация номерного фонда мы строим новые корпуса готовы принимать в современных условиях посмотрите я считаю что достаточно приятно находиться реабилитироваться получать две недели реабилитации в таких условиях питание вкусное разнообразное собственное пищевое оборудование посмотрите какие у нас столовые как я говорю в наших санаториях даже стены лечат что касается досуга занимаемся обязательно устройством территории пляжа одних оттенков зеленого оказывается мало отдыхающих поэтому они всегда могут воспользоваться услугами проката в санатории доволенскими даже сделали зон уголок для тех кто приезжает по пути мать и дитя ценная терапия мы проработали и усилили свои культурно-досуговые программы у нас есть концерты экскурсии конкурсы мастер-классы праздничные мероприятия планы на будущее бизнес и развитие это бег по эскалатору вверх поэтому мы безусловно имеем четкий план развития на ближайшие пять лет инвестирование в лечебную базу а также в территорию активно сотрудничаем с юридическими лицами с организациями нашей области хотим выразить особую благодарность Министерству экономического развития инвестирования информационного центра и так что и нашим партнерам и что хочется отметить комплексный подход и оказание медицинских услуг это безусловно помогает нам эффективно развиваться проводить реабилитацию лечения пациентов это выгодно нашим пациентам поскольку они улучшают качество своей жизни и конечно мы скромно считаем что участвуем в развитии потенциала Новосибирской области туристского потенциала я благодарю за внимание приглашаю в наш санаторий в качестве гостей приглашаю в качестве партнеров к сотрудничеству еще одно выступление из запланированных и оно тоже из тех кто помогает в развитии медицинского туризма это Ковдина Ирина особенности комплексного целевого продвижения медицинских услуг за пределами региона создание механизмов взаимодействия медицинских и санаторий курортных учреждений пожалуйста спасибо да это мой договор будет завершающим я хочу пообещать слушателям потому что вы практически уже досидели до конца круглого стола обещаю сегодня вам дать один полезный контакт не свой который поможет вам в работе как я понимаю что здесь присутствуют в России заинтересованные в развитии медицинского туризма Новосибирской области обещаю поделиться именно практическими советами и перед тем как уже приступить к своему выступлению большая благодарность организаторам потому что когда попросили обратились ко мне с выступлением именно по продвижению спасибо что вы дали мне такую тему сначала я сюда просто взяла особенности комплексного целевого продвижения но подумала что вы на самом деле подсунули мне хорошую мотинговую задачу которую необходимо решить но я в общем-то постаралась это сделать исходя из того опыта который имею в отношении направления медицинских туризм определенного кругозора и кстати хочу сказать что затрону тему целевой аудитории затрону тему китайских туристов и их ближайшего приезда или большего нашествия в Новосибирск также но немножко про чем мы вообще занимаемся мы мокритинговое агентство работаем наша география наших работ это центральной части России и Дальнего Востока снова концентрируемся конечно мы на Сибири и Дальнем Востоке и Кузбассе ну и давайте наверное начнем с самого такого важного когда мы говорим вообще о комплексе продвижения двух разных медицинских услуг наверное надо понять вообще какие в принципе особенности есть у этого комплекса но первое вам нужно для начала как бы всем понимать современные условия что санаторно-курортное лечение все-таки это услуга дополнительная и люди когда приезжают за медицинской помощью честно говоря они в первую очередь об этом не думают и соответственно это очень важный такой момент который необходимо учитывать когда мы говорим о комплексном продвижении вообще предполагаем что вообще возможно ли оно на самом деле да оно возможно но это особенность необходимо учесть что пациент возможно и откажется от нее и она будет для него не обязательно медицинская помощь санаторно-курортное лечение требует разного подхода продвижения две разных совершенно пусть это будут услуги хотя если будем рассматривать медицинскую помощь и каждую составляющую каждую медицинскую услугу то целевая автория у каждой медицинской услуги а также способы инструментов продвижения будут свои и кстати как мы мыслим мы маркетологи мы сейчас говорим Новосибирск и другой регион а вот мы маркетологи мыслим совершенно по-другому вот есть Новосибирск а Новосибирск область выехали и знаете это все совершенно другой мир когда выехали в другой регион мы уехали практически в другую страну и надо сказать что вот такой взгляд на мир в отношении маркетинга должен осуществовать и в отношении даже одного единственного города есть разные районы соответственно для того чтобы даже продать внутри города определенные медицинские услуги нужно устроиться ДНК каждого района а когда мы говорим вообще о регионе в котором тоже есть районы области и жители и менталитет этих областей и образ жизни совершенно рады соответственно из-за этого должно устроиться ваше продвижение именно с топор именно на этом следующий важный такой момент который необходимо отметить что в большинстве случаев все-таки комплексное продвижение невозможно и это данность в которой надо смириться но в большинстве случаев все-таки есть случаи когда это возможно но зато зато у всех остальных случаев санатурно-курортное лечения, тоже можно, как и медицинскую помощь, продвигать целенаправное целевое продвижение. Далее, что хотелось бы привести, определенный пример, погрузить вас в эту маркетинговую задачу, когда мы говорим, здесь приведены виды медицинских услуг, высокотехнологичная медицинская помощь, диагностика, консультация, ну и различные там операции, плановый, конечно, характер, зачем люди обычно приезжают в другой регион, в другой город. И если мы посмотрим вообще, возможно ли это комплексное продвижение в рамках каждого из приведенных примеров, то когда мы говорим высокотехнологичная медицинская помощь, то да, оно возможно, в период случаев даже рекомендуемое. Но здесь бы я хотела бы подчеркнуть, что здесь присутствуют медицинские учреждения, совершенно разные, так же, как и санатории, ну и вообще учреждения именно данного профессионального курортного лечения. В этом случае в любом случае придется договариваться, потому что когда речь идет об интересах пациента, а интересы пациента до сегодняшнего дня они, как правило, заточены на финансы, на возможности, на финансовые возможности и возможности вложить им на свое здоровье. И здесь вам придется договариваться, как встраивать санаторно-курортное лечение с той помощью, которая оказывается здесь пациентам на визах. Когда мы говорим про диагностику, консультацию, ну и этот комплекс здесь исключен. И, честно говоря, когда здесь мы можем подчеркнуть такой момент, очень важный, об этом сегодня говорили, как в Маките говорили, как воперка, упаковка, как продавать медицинскую услугу. И здесь как раз мертологам большие трудности, как притянуть диагностику, консультацию, или как у нее строить продажу еще одной медицинской услуги, которая, по сути, не является обязательной. Когда мы говорим о, берем за основу именно различные операции, за которыми люди также приезжают и к нам в город Новосибирск, в частности, то здесь комплексное продвижение тоже возможно, но в рамках отдельной категории медицинских услуг. К чему вообще этот слайд? К тому, что если у санаторно-курортного лечения, у санаторно-курортного учреждения есть программы, которые позволяют стыковать ту помощь, которая оказывается здесь на месте приезжих пациентов, то вам нужно просто сесть за стол переговоров и обсудить, как бы вы могли бы сотрудничать, не нарушая интересы самого пациента, который сюда приезжает. А добавить, может быть, сервиса где-то, добавить, может быть, как раз того непрерывного круга медицинских услуг, который необходим пациенту от диагностики до реабилитации. И я хотела бы подойти сразу же к механизму взаимодействия медицинских и санаторно-курортных учреждений, когда мы говорим о комплексном продвижении. Здесь хотела бы вам предложить такой инструмент. Это сотрудничество медицинскими агентами из других регионов. И здесь как раз хочу поделиться тем полезным контактом. Здесь присутствуют представители из Владивостока. Владимир Сергеевич, я вас где-то видела здесь. Покажите, пожалуйста. Можно я еще добавлю? Владивосток и рядом с вами сидит министр экономического развития Республики Алтай. Поэтому вот видите, у нас есть представители других регионов. Им это тоже интересно. Это может быть интересно и нам, и им. Поэтому, коллеги, давайте использовать эти возможности. Я немножко забегу вперед и позвали вас, Сергеевич, открою немножко карты. Немножко забегу вперед. Да, вот здесь вот. Медицина Льда Сибири. Это оператор медицинского туризма Владивостоки. На сегодняшний день сотрудничает с рядом медицинских учреждений. Вы видите на слайде. Здесь в городе Новосибирске. Это областная клиника, больница, клиника НИИТО. И более того, что касается как раз вот китайских туристов, на сегодняшний день я знаю, что заключено соглашение с китайскими агентами о направлении пациентов в Российскую Федерацию Новосибирску облача, в частности, на лечение. Соответственно, это может быть о том, то есть как в перспективе можно построить взаимоотношения. Поэтому контакт нам я с вами уже поделилась, который я вам обещала. А теперь хочу вернуться на несколько слайдов и поговорить вообще о том, когда комплекс-то вообще объективно необходим, когда продвигать в комплекс эти две разные услуги вообще можно. А на тех территориях, где есть дефицит доступной медицинской помощи. И знаете, таких территорий на самом деле очень много. Это нам кажется, что в Новосибирске так, как везде. Нет, совершенно это не так. И когда мы начинаем отстраняться от нашей новосибирской агломерации, мы на самом деле с ужасом понимаем, как же люди вообще живут на этих территориях, когда даже скорая помощь не может приехать за эти 20 минут обозначенных. То есть достаточно непросто. А на тех территориях, где нет непрерывной медицинской помощи, когда пациент не может, конечно, получить комплекс услуга диагностики до реабилитации, когда какая-то одна из частей только развита, вот тогда комплекс здесь объективно продвигать его вместе, и чтобы направлять пациента сюда на лечение в Новосибирск, в Новосибирскую область, чтобы он мог получить этот комплекс здесь на месте. Когда маркетинговые предложения санаториев, конечно, отвечают потребностям и задачам медицинских учреждений, но здесь это ваше дело договориться, и здесь вы должны пойти навстречу друг другу, чтобы этот комплекс в продвижении в целом состоялся. И, конечно, когда есть поддержка руководства региона, того, в который направляют на лечение, к этому вопросу чуть-чуть я вернусь как маркетолог чуть позже, потому что этой поддержки очень сильно не хватает в регионах, когда речь идет именно о развитии медицинского направления. Это вот, кстати, о медицинском туризме, к нам едут из Дальнего Востока, из центральной части России. Хочу сказать, что на самом деле нам для развития данного направления очень сильно не хватает такого простого понятия, как информирование. Я очень часто бываю в городах центра части России, на Дальнем Востоке, и на Сибирь, на самом деле, очень уважаю. Знаю, что это третий город в стране по интеллектуальному развитию, интеллектуальный центр. Но когда узнают о том, какие медицинские технологии, на самом деле удивляются. Ну, здесь вылаз-то один, просто не хватает информирования. И стоит только немножко растребушить, скажем так, какой-либо регион, и дать этой информации, рассказать об этом. Как видно уже, как совершенно меняется сама территория, как сами врачи направляют сюда в мосибирсное лечение. Затем я бы хотела вам предложить, когда мы говорим о продвижении в пределах региона, это, конечно, партнерство с медицинскими учреждениями. Здесь сюда пришли все заинтересованные лица, и здесь я еще раз хочу напомнить, что вам нужно обменяться контактами, для того, чтобы как раз разработать и особую программу взаимодействия друг с другом интересные для пациента, интересные и полезные именно для пациента. Именно разработать эти программы информирования, подготовить это информирование, этих партнерских отношений. На сегодняшний день, даже если мы будем рассматривать взаимодействие таким же образом с медицинскими учреждениями из других регионов, на самом деле, им тоже будет достаточно этого информирования. Будет каких-то элементарных даже брошюров листовок о том, что вы можете, что вы умеете, какие возможности вообще предоставляете медицинские. Ну и когда мы говорим за пределами региона, вот советы мои вам следующие будут. Ну, надо искать агента, через которого вы будете строить коммуникации. Безусловно, что на сегодняшний день поток пациентов не системен, но это не значит, что таких агентов не существует. Они, конечно, и в других регионах, их просто надо найти. Развивайте коммуникации через интернет. Очень много сегодня ищут информацию по лечению других регионов через интернет. собирают эту информацию даже на различных форумах. Отслеживайте, мониторьте и развивайте в этом плане. Участвуйте в мероприятиях своих или в тех, которые проходят в том регионе, который вам интересен для развития. Таким образом, вы тоже рассказываете, себе представляете, делаете это даже в той самой необходимой имиджевой составляющей, когда мы говорим о маркетинге территории. И пример партнерства. Здесь он приведен, об этом я уже сегодня говорила. Здесь присутствуют представители данных медицинских учреждений, не только их. Пожалуйста, обменивайтесь контактами, чтобы вы могли на партнерских отношениях информировать о своих возможностях своих же пациентов, которые приходят к тем или и другим. Но и в завершении своего выступления, безусловно, есть и другие механизмы взаимодействия, мы готовы ими поделиться. Что очень важно, все, что сейчас перечислил в течение буквально этих вот нескольких минут, эти механизмы необходимо индивидуализировать. Хочу опять подчеркнуть и заточить ваше внимание на ДНК региона, на ДНК региона, в котором вы работаете, для которого вы работаете, пациентов, которых вы принимаете. Это очень важно, потому что более целевая направленность, она вернется вам совершенно другим потоком пациентов. Не надо забывать о самостоятельном продвижении. То есть, когда мы говорим о комплексе, все-таки вы думаете о том, что вы должны как самостоятельные единицы продвигаться. И, конечно, если вы ничего не делаете, то ничего не будет. И вот мой пример про информирование о том, как Новосибирскую территорию знают, он достаточно яро. Кстати, вот еще один хотел такой интересный момент рассказать. Присутствовал в этом году в одном интересном информационном туре по телемедицинским объектам в Туле. И вы знаете, единственный, кто знал о медицинских возможностях, причем Туле был посвящен именно телемедицинским технологиям, это был город Липецк, потому что министерство взаимодействует друг с другом. И потому что им известно таким образом, какие возможности располагает медицина Новосибирска. И, конечно, хочу подвести опять к поддержке руководства региона на разных уровнях. Именно к этому я хотела бы подвести, потому что без нее, к сожалению, пусть это плохое слово, но медицинскую службу за пределами региона не продать. Или продавать очень сложно. Что это даст участникам рынка? Ну, в первую очередь, позволит повысить значимость регионы как медицинского кластера, когда такая поддержка официальная, когда открываются официальные представительства, когда представители от министерства присутствуют на различных региональных мероприятиях, которые проводятся с этой целью. Это поддержит официальный выставок, конечно, Новосибирской области, позволит быть более убедительными самим медицинским учреждениям и тем представителям, которые работают на их территории. Позволит повысить лояльность и завоевать авторитет тех людей, которые живут на этой территории, внимают. В частности, имею в виду, конечно, и профессиональное медицинское сообщество, которое, на самом деле, с удовольствием отслеживает различного рода информацию о том, какие возможности представляют другие регионы. Подтвердить легитимность оказываемой услуги, это очень важно, и в безопасности для пациента. Вот так как медицинские учреждения, частные медицинские учреждения стараются завоевать доверие здесь, на территории Новосибирска, также должна строить и идти стратегия по завоеванию этого доверия в других регионах. И хочу подчеркнуть, что именно для этого необходимо. Конечно, продвижение медицинских возможностей в других регионах, хотя бы на уровне наружной рекламы, ТВ-рекламы, о том, что в Новосибирске сосредоточены такие технологии медицинские. Информационная поддержка региональных, межрегиональных событий, они проходят. Такое событие было не так за мной в апреле месяце в Владивостоке, и они еще будут дальше проходить. И эта поддержка очень крайне необходима для того, чтобы тоже медицинское сообщество узнавала об этих возможностях и направляла пациентов сюда, к нам, в Новосибирске лечение. И, конечно, специальная поддержка агентов, направляющих пациентов в медицинские учреждения. И взаимодействие с министерствами других регионов. Но все это необходимо, безусловно, для информирования. И, безусловно, вот только при таких вот составляющих направлении медицинских туризм, на наш взгляд, на взгляд медицинских межрегионов, даст стремительный старт вперед, он сможет себя активно проявить. Я говорю, конечно, о медицинских учреждениях. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, вот если посмотреть на те слайды, которые сегодня были показаны, они будут доступны потом на сайте Технопрома, вспомнить, о чем говорили все наши докладчики, то коротко можно резюмировать следующий вопрос. В Новосибирской области созданы все условия для формирования медицинского класса. И именно это мы закладываем в стратегию социально-экономического развития. Именно классика. Что из себя представляет классик? Если даже посмотреть просто по Википедии или другому словарю. То есть это совокупность организаций, которые встроены в единую цепочку. В обязательном порядке это должны быть учебные заведения, да, и те, кто непосредственно производит товары, работы, услуги, а также их поставщики. У нас с вами есть медицинский университет, у нас есть медицинский факультет в составе НГУ, то есть Национального исследовательского университета, у нас есть несколько медицинских колледжей, которые готовят средний медицинский персонал, у нас есть всевозможные, с самого разного профиля, лечебные учреждения, у нас есть санаторий, который способен давать реабилитацию, у нас есть маркетинговые агентства, у нас есть туристические фирмы, логистические и все остальное, страховые, которые обязательно должны тоже в этом процессе участвовать. Нам осталось действительно все-таки образовать этот пластик. Это процесс непростой. На этом ходят годы, но главное этот процесс все-таки начать. И я думаю, что мы с вами его начали, и надеюсь, что он будет проходить достаточно эффективно. Нам нельзя расслабляться. Во всем мире сейчас эта тема чрезвычайно модная. Не буду называть фамилию и название фирмы, но за наших жителей тоже конкурируют. То есть услуги медицинские нам предлагают, уже на месте в городе Новосибирске приезжают иностранные представители и говорят, давайте лечиться у нас. В Новосибирске можно лечиться не хуже и существенно дешевле. И мы должны с вами действительно об этом рассказывать. То есть мы должны объединить наши усилия, использовать все современные методы. Абсолютно согласно с Ириной, что нужно не забывать про телемедицину. Она расширяет наши возможности. Уже сейчас отдельные врачи имеют свои странички в Инстаграме, которые дают консультации, потом получают деньги на сотовый телефон. Это тоже работает, и это тоже нужно понимать. То есть мы должны с вами легально предоставлять те услуги, которые востребованы населением. У нас присутствуют представители нашего Министерства здравоохранения Новосибирской области. Я думаю, что они точно так же, как и мы, заинтересованы в этом. Что еще очень важно для населения, я не забываю никогда об этом говорить. Чем выше мы будем предоставлять услуги по уровню, эти услуги будут предоставляться для всех. В первую очередь для жителей Новосибирской области. Невозможно оказывать услуги иностранцев, если вы их не предоставляете соответствующего международного уровня. И у нас с вами такие возможности есть. И оборудование, и люди, которые очень хорошо подготовлены. Вот когда мы ездили год назад во Францию, Артем участвовал в этой экспедиции, мы изучали кластеры во Франции, в частности, они об этом говорили. То есть они собирают к себе таланты со всего мира. То есть они начинают их отбирать еще на уровне университетов. Приглашают к себе, дают стипендии, гранты. Пожалуйста, учитесь, оставайтесь у нас работать. Потому что в любом случае, самый главный ресурс – это люди. Оборудование можно купить, подготовить специалиста достаточно долго. Поэтому давайте использовать то богатство, которое у нас есть. Мы действительно должны обребить наши усилия. Я благодарю вас всех за работу и желаю всем хорошего здоровья. Спасибо.